В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры 14 апреля открывается книжно-иллюстративная выставка «Творчество длиною полвека», посвященная 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. С именем Сергея Прокофьева связана музыкальная жизнь почти всей половины 20 века. Прокофьев – выдающийся русский композитор и личность уникальной судьбы. Обладая удивительными музыкальными способностями, он поступил в Петербургскую консерваторию в 13 лет. Прокофьев много писал для фортепиана, будучи самым великолепным пианистом. На выставке – фортепианное произведение, классическая симфония, сарказмы, мимолетности, сказки старой бабушки, сонаты. Прокофьева пианиста можно услышать на уникальной кромпластинке из коллекции библиотеки. Гениальное творчество Прокофьева охватило все жанры музыкального искусства. За полвека творческой деятельности им написано свыше 130 опусов, симфонии, оперы, балеты, песни, романсы, разнообразная инструментальная музыка. На выставке представлены клаверы опер и балетов Прокофьева, Дуэнья, Игрок, Любовь к крымапельсинам, Война и мир, Золушка, Ромео и Джульетта. Его творческий дуэт и дружба с Азеншейном стали основой выдающихся фильмов Александр Невский и Иван Грозный. На основе этой музыки созданы и прославлены одноименные кантаты и оратория. Симфоническое творчество представлено партитурами самых популярных первой и пятой симфониями. Прокофьева сейчас называют единственным гением 20 века, чьи удивительные произведения восхищают слушателей по всему миру.